Здравствуйте! Это проект Квартирный контроль и я его ведущая Мария Федорова. В этот раз мы познакомимся с новинкой от компании «Инград» жилым комплексом Петра Алексеева 12А. Возводится он, как и понятно из названия, на улице Петра Алексеева в Можайском районе западного округа столицы. Наш путь начинается от ближайшей к жилому комплексу станции метро, от станции Кунцевская, Арбатско-Покровской и Филевской линии. На сайте проекта говорится, что пешком от метро до комплекса можно дойти за 15 минут, но идти почти 2 километра, которые разделяют метро и будущий жилой комплекс, не очень хочется. Пешую прогулку отложим до весны, а в этот раз отправляемся на автомобиле. Добраться до будущего комплекса можно на автобусах нескольких маршрутов, которые следуют как от станции метро Кунцевская, так и от метро Славянский бульвар. Станцию Кунцевская и улицу Петра Алексеева разделяют 4 остановки. Если же двигаться от метро пешком, дорога займет не менее получаса. Еще один вариант для тех, кто пользуется общественным транспортом – электричка белорусского направления, на которую можно доехать не только до центра, но и до станции метро Фили и Беговая. Пешком до платформы рабочий поселок идти примерно 18 минут. Участок застройки расположен рядом с пересечением Можайского шоссе и Рябиновой улицы. Рябиновая в недалеком будущем станет частью северо-западной хорды, которая пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет районы западного, северо-западного, северного и северо-восточного округов Москвы. Дорогу от метро на машине со всеми светофорами заняла 12 минут. Жилой комплекс пока находится на раннем этапе строительства, на этапе котлованных работ и забивки свай, поэтому ничего интересного мы из-за забора увидеть не можем. Зато здесь есть довольно информативный паспорт объекта с картинкой. И здесь первое, на что обращаю внимание, то, что строительство ведется на участке 3,5 гектара. Комплекс будет состоять из четырех корпусов, двух башен высотой 23 этажа и двух Г-образных корпусов переменной этажности высотой от 10 до 22 этажей. Под корпусами и под внутренней территорией спрятался подземный паркинг на 600 машин и мест. Здесь также есть встроено пристроенное здание детского сада и отдельно стоящее здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Офис продаж расположен со стороны Можайского шоссе напротив дома номер 23. Здесь мы рассчитываем задать несколько вопросов представителю компании «Инград». Об особенностях и преимуществах комплекса нам рассказала специалист отдела маркетинга компании «Инград» Татьяна Матвеева. Все корпуса жилого комплекса представляют собой монолитную кирпичную конструкцию с вентилируемым фасадом. Современная технология строительства и качественные материалы, а также яркое сочетание цветов позволят жилому комплексу выглядеть презентабельно в течение долгих лет. Квартиры жилого комплекса отличаются повышенной площадью остеклением, высокими потолками 2,8 метра от пола до потолка и широкими лоджиями. Жилой комплекс расположен на стеллобате с подземной стоянкой, паркингом. Попасть на территорию двора жители смогут по пропускной системе. Предполагается двор без машин, соответственно, внутри двора будут расположены различные детские площадки, спортивные площадки. Будут обустроены специальные дорожки для велосипедистов и тех, кто любит покататься на роликах. Все пространство сконструировано таким образом, что автомобильные и пешеходные потоки не пересекаются. Соответственно, жители могут свободно гулять, наслаждаться свежим воздухом внутри двора, также отпускать своих детей, не боясь за их жизнью. На какое количество места рассчитан паркинг? Подземный паркинг рассчитан на 600 машиномест и также предусматривает клаус-систему. То есть, когда автомобиль въезжает и поднимается, под ним может стоять еще один автомобиль. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2018 года, а передача объекта долевого строительства не позднее первого квартала 2019 года. Еще буквально полгода назад на этом месте был стадион-текстильщик, на который местные жители приходили поиграть в футбол и в другие игры. А сейчас здесь ведутся котлованные работы по выемке грунта, по строительству подземного паркинга. Под будущим четвертым корпусом уже забиты сваи. Под третьим забивка сваи сейчас в процессе. Под вторым сейчас ведется экспертиза, забиты пока только пробные сваи. И под первым пока ведутся котлованные работы. Строительство началось во втором квартале 2016 года, котлованная работа непосредственно. Закончится в конце 2018 года. И уже в первом квартале 2019 жильцы получат ключи от своих квартир. Вход в подъезды расположен только со двора или с улицы тоже? Вход в подъезды расположен со двора. С улицы можно попасть в коммерческие помещения, которые располагаются на первых этажах данного жилого корпуса. Это могут быть различные кафе, продовольственные магазины, аптеки. А гостевой паркинг? Гостевой паркинг предусмотрен. Он расположен по периметру здания. В входных группах есть место для консьержслужбы и хранения колясок? Да, конечно, предусмотрено место для консьержа и для хранения колясок. Ассортимент планировочных решений я бы назвала умеренным. Вниманию покупателей предлагаются студии площадью 26,5 квадратных метров, однокомнатные квартиры от 35,5 до 42 квадратных метров, двухкомнатные от 56,5 до 66,5 квадратных метров, трехкомнатные от 74 до 79 квадратных метров и четырехкомнатные квартиры от 102,5 до 111 квадратных метров. Тем, кто не торопится обзаводиться семьей и предпочитает компактное жилье в виде студий, предложен только один вариант площадью 26,5 метров. Квадратное прихожие 3,6 метра, вместительный санузел 4,3 метра, жилая часть, совмещенная с кухней 16,2 квадрата, просторная лоджия почти 5 квадратных метров, Что интересно, лоджии такой квадратуры запроектированы только в студиях, в других квартирах, даже в трех- и четырехкомнатных, они окажутся на метр-полтора меньше. Однокомнатные квартиры имеют стандартную планировку, но все же разброс по метражам впечатляет 35,5, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 квадрата. Из числа компактных вариантов покупатель может выбрать квартиру с небольшой кухней и вместительной комнатой, как в однушке около 36 квадратных метров, где комната почти 17, а кухня чуть больше 9 квадратов. Либо наоборот, с кухней попросторнее, 11 с лишним квадратов, и комнатой менее 15 метров, как в 38-метровой однушке. Наименьшие из двухкомнатных – 56-метровые линейки, прихожая 10 метров, вместительная кухня более 11 квадратов, ванная невелика – 3,5 метра, комнаты почти 16 и 13 квадратных метров. В числе двухкомнатных также угловые и распашные, и распашонки, окна которых выходят на три стороны света, как в квартире, расположенной в угловой секции третьего корпуса. В числе трехкомнатных я не увидела привычных пистолетиков. Это либо распашные, либо угловые прямоугольники. Квартиры площадью около 80 метров порадуют дополнительными окнами в одной из спален и в гостиной. Недостаток света в гостиной не грозит еще и благодаря угловому окну. Но я бы на месте архитекторов маленькое окошко лучше бы отдала в ванной. Четырехкомнатная площадью 102 квадрата не порадует просторной кухней – всего лишь 10,5 метров. Но свободная планировка позволит объединить ее с соседней комнатой, обустроив кухню-гостиную. В квартире есть гостевой санузел с возможностью установить здесь душевую кабину. В квартире площадью 111 метров появляется небольшая кладовка. Кухня становится на два квадрата просторнее. Хозяйская ванная подрастает почти на метр. Три комнаты около 19 и одна 15,5 метров. Балкон один и тот небольшой – менее 3 квадратных метров. Квартиры передаются покупателям без межкомнатных перегородок, без стяжки пола и разводки коммуникаций. Высота потолков – 2 метра 80 сантиметров. Минимальная стоимость квартир в ноябре 2016 года составляет 4 млн 917 тыс. рублей. На сайте проекта говорится о низкой плотности населения в этом районе. Причем застройщик связывает это в первую очередь с тем, что основную часть территории занимают не жилые дома, а зеленые насаждения. Но я бы добавила, что кроме зеленых насаждений, здесь еще немалую площадь занимает нежилая застройка, в том числе и промзона. Но не все так страшно. С юга жилой комплекс будет граничить с гаражным комплексом. И гораздо южнее, уже за рекой, находится Московский механический завод специального оборудования. С юго-востока, ну тоже на достаточном удалении, деревообрабатывающий завод. И в непосредственной близости. А с востока расположен территория бизнес-парка «Октябрь». И, кстати, есть информация, что в перспективе здесь будет построена вторая очередь жилого комплекса «Петра Алексеева-12». В виде неофициальной информации мы также получили сведения, что в состав третьей очереди войдет еще и школа. Конечно же, сейчас никто не скажет, будет ли она коммерческой или все-таки муниципальной. Но рассчитывать на то, что детский сад, который построят в первой очереди, станет государственным, едва ли стоит. Однако это вовсе не повод отказываться от покупки квартиры в этом комплексе тем семьям, чей проект бюджетом не входит оплата коммерческого садика. В пешей доступности найдется немало альтернативных вариантов. Ближайшие школы через дорогу. Жилой комплекс расположен рядом с территорией природного заказника, долина реки Сетуль. И та часть зеленого массива, которая примыкает к комплексу, она будет облагорожена застройщиками и превращена в парк для местных жителей. Ну а прибрежная зона, к сожалению, едва ли станет епархией нашего застройщика. И надо сказать, что пока она имеет такой малопровлекательный вид. И места вдоль реки, пригодные для семейного отдыха, расположены уже за Рябиновой улицей, либо, если двигаться на восток, уже ближе к Аминевскому шоссе. Редактор субтитров А.Семкин Застройщик инвестиционно-девелоперской компании «Инград» специализируется на строительстве крупных жилых комплексов в Москве и ближайшем Подмосковье. В числе проектов этой молодой, но активной компании микрорайон Новая Пушкина, Новая Медведкова, жилой комплекс Лавилова 69, а также комплекс Михайлова 31. Официальным застройщиком жилого комплекса Петра Алексеева 12А является акционерное общество «Группстрой», единственный участник которой – акционерное общество «Инград». По какому договору идут с продажей? Продажи ведутся по договору долевого участия в соответствии с 214 ФЗ. Какие-то дополнительные платежи предусмотрены при покупке? Никаких дополнительных платежей не предусмотрено, все входит в стоимость квартиры. При стопроцентной оплате или покупке по ипотеке до конца 2016 года на часть однокомнатных и двухкомнатных квартир застройщик предлагает скидку 5%. За ипотечным кредитом можно обратиться в один из банков-партнеров, в числе которых я насчитала 7 организаций. Мы завершаем наш первый обзор жилого комплекса Петра Алексеева 12А, но рассчитываем вернуться сюда еще не раз, для того, чтобы понаблюдать за строительством этого проекта на всех этапах его реализации. Пока же вы можете увидеть динамику строительства на нашем портале квартирныйконтроль.ру. На странице, посвященной этому комплексу, можно ознакомиться с ценами на квартиры, увидеть фоторепортажи о ходе строительства, принять участие в обсуждении новостройки, а также адресовать застройщику или продавцу имеющиеся у вас вопросы. На нашем сайте вы можете присмотреться и к другим новостройкам Москвы. Желаем правильного выбора. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова